Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии, у вас на экранах, очередной гость в рубрике «Интервью с блогером». И давайте тогда представляйтесь, у нас традиция такая. Всем привет! Меня зовут Кирилл, я из Москвы. И в своем блоге я сейчас рассказываю о том, как же я нашел свою первую работу в тестировании программного обеспечения. И все это сделал я благодаря Михаилу Портнову, его каналу, его лекциям. И без него я бы даже об этом не узнал. Конечно, параллельно я немножко о себе рассказываю, но в целом основное, наверное, сейчас в этом упор. А давайте тогда, раз вы уже так сразу на блог, и сразу одной фразой все рассказали. Значит, блог давно у вас? В целом я его записал, начал первое видео делать в мае 2014 года. Но из-за того, что я не понимал, о чем я хочу рассказывать, и не было какой-то конкретной цели. Я записал видео о себе, и где-то месяца через два я перестал все делать. Я закончил университет как раз. И был такой период немножко подвешенного состояния. Постойте, я вас немножко так это остановлю, чтобы понять. Вы в Москве университет закончили? Да, я закончил университет в Москве. Какой? Я родился и вырос в Москве, и закончил я Московский государственный университет, факультет биологический. МГУ буквально вот. Да, да, я микробиолог. Так, а лет вам сколько? Мне 23. Так подождите, а что же вы, имея такую специальность, я бы сказал, шикарную, на мой взгляд, куда-то вас вдруг унесло в тестирование? На самом деле, я только к концу обучения уже в университете начал понимать, насколько меня тянет в технологическую всю среду, в разработку, в интернет. Я понял, просто у вас изначально выбор профессии не был таким осознанным. Но все-таки я вам скажу, я не знаю, в наше время, например, было сложно даже поступить в МГУ. Это уже был признак такой, ну как бы, эксклюзивности некоторой, я бы сказал. Ну, я вырос в среде, где у меня и папа, и мама закончили МГУ, и как-то я даже не думал о чем-то другом. И когда я приходил выбирать классе в 10-м, и говорю, вот мне нравится биология, мне нравится химия, есть вариант пойти на биологический факультет. Я говорю, ну это же как-то несерьезно, Кирилл, биолог, там, 23 года в России, ну, как-то понятно. Я говорю, может быть, мне пойти на экономический факультет, то есть у меня, в принципе, не было бы проблем. Ну, как-то это было понятнее всем в школе вокруг. Они говорят, нет, вот тебе нравится, ты иди, это будет твой лучший выбор, ничего лучше для себя не придумаешь. И я очень-очень доволен, я ни капли не жалею, я в 11-м классе ничего там лучше бы для себя не смог выбрать. Ну, хорошо, возвращаемся. Значит, год назад вы стали тестировать, начали вести блог, или как получилось? Тестировать, на самом деле, я начал, ну, как бы применимо в жизни, я начал тестировать раньше, потому что я со второго курса начал работать, и работал я вообще фотографом. Вот, и потому что, когда я поступил на факультет, когда я поступил в МГУ, я очень любил фотографировать еще в школе. И когда я поступил, мне родители говорят, ты поступил на бюджет, давай мы подарим тебе камеру. Вот, и я первый курс бегал, фотографировал все подряд, а со второго начал уже работать. Я только не понял, вот, я просто помню по старинке, знаете, в наше время фотограф, это ты приходишь в фотоателье, там стоит такая камера гармошкой, знаете, он там тебе говорит, сядьте так, сядьте так, там пластинку туда, пластинку сюда. Ну, были, были фотографы, которые, знаете, где-нибудь у Большого театра стояли, но, ну, это как-то не, на пляжах, вот, может, еще какие-то были, на курортах. Но вот, чтобы так в Москве, например, фотограф на улице снимал, это было необычно. Не на улице, очень много мероприятий сейчас, и вот, как у вас была пати в честь 20-летия школы, вот, так же я такие снимал мероприятия. На корпоративах всяких, понял. И, поскольку их много, и они каждые выходные, это было удобно очень совмещать с учебой, и это была идеальная работа с очень неплохим заработком. Шикарно, шикарно. Да, но меня почему-то все время тянуло по мере работы в какие-то другие области, и я даже начал заниматься своим бизнесом, и там познакомился с одним человеком, с которым мы начали заниматься интернет-проектом, и в котором я, поскольку мало вообще причастен, помимо того, что я, как бы, помогал финансировать это и как-то поддерживать, я начал все это тестировать, и все время я это делал. Это в каком возрасте все? Ну, это уже мне было, это было два года назад, то есть это мне было 21. 21 год, окей. Ну, да, у меня вообще-то все время куда-то вот интересно было прийти, спросить, узнать, давай сделаем, давай помогу. Ну, и вот, как бы, на этой волне я этим занимался, и когда я открыл для себя ваш канал, я понял, что, ох, оказывается, есть тестирование. А это когда было? А ваш канал где-то года полтора, ну, я сразу в тестирование как-то не полез, потому что я попал на ваш канал с видеоответа про Германа Стерлигова, вот. Вот. И дальше я начал смотреть философскую тетрадь, еще не было плейлиста, но я начал искать видео. А меня за этого Стерлигу до сих пор все время клеймят какие-то люди, а я же не знаю, кто такой, чего такой. Мне прислали ссылку, говорят, вот посмотрите и скажите что-нибудь. Ну, я посмотрел и сказал, откуда же я знаю, там какая-то величина большая, не знаю, там его все знают, и какой-то он очень известный, нет? Но, во всяком случае, меня до сих пор какие-то люди приходят и ужасно ругают, что я вот очень не понял масштабов этого явления, там, значимости человека, там, еще чего-то. Мне ваш ответ очень понравился. Ну, хорошо. Я остался на канале, наверное, все по-своему. Да, я, на самом деле, после того, как я закончил университет, я еще долго работал фотографом, и у меня, в принципе, работы-то хватало, и я от этого просто отказывался очень долго, потому что сложно. Ты работаешь, хорошо зарабатываешь, отказываться, если голова не работала, на самом деле. А давайте я вас спрошу, вот микробиология, все-таки это область, очень востребованная на Западе, вот в Соединенных Штатах, например. Я могу сказать, что я знаю здесь микробиологов, которые, вот из Москвы, в частности, они там целыми кафедрами уезжали в американские университеты, исследовательские центры. И вот среди ваших однокашников есть такое, что многие сейчас за рубежом? Ну, не очень многие, но народ по миру очень, как бы, сильно распределился. И куда угодно можно найти, и ребята, и в Канаде, и в Америке, и даже в Сингапуре, и в Европе очень много кто. Но процентно, я думаю, что процентов так 15, ну максимум 20 из тех, кого я знаю. Я просто видел много микробиологов здесь у нас в школе, которые приходили переучиваться. И я хочу сказать, что это, у меня сложилось впечатление, что люди исключительно преданные профессии. То есть она настолько захватывает и настолько дает много возможностей для самореализации. Но дальше получается, что в силу того, что они работают в больших корпорациях, и у них роста нет, и они, время идет, в их жизни ничего не происходит, они годами. У меня была одна индусочка года 32-33. Такой красоты, вот как из Болливуда, красотка. И PHD по микробиологии. И она, у нее первый оффер она получила, там, тестером, там, что-то, 75 тысяч у нее было. Постоянная работа, 75 тысяч. И она пришла, там, цветочки, там, тортики. И она ревела у меня на плече. Такая, прямо, ресницы вот такие. Я ей говорю, что ж ты плачешь, ты от радости, наверное. Она говорит, Майкл, я 15 лет жизни потратила, чтобы состояться вот в этой микробиологии. И у меня максимальная зарплата была 48 тысяч. И говорит, вот, а тут, я, говорит, там, трехмесячные курсы, говорит, не хочу сказать плохого слова, говорит, но, ну, ну, говорит, ты вот, понимаешь, у нее слезы текли. Ну, в этом-то и проблема. То есть, очень сложно быть реализованно финансово. И действительно, приятно сделано, на ней только и, наверное, выезжаешь, так скажем. Вот. Нет, при том, я знаю, ребята находят работу. Работа тоже есть. И я знаю девочки, которые получили неплохие, в принципе, для первой работы после университета предложения. Но надо понимать, что ты выбираешь после, там, биофака МГУ. Ты выбираешь, что ты идешь дальше по пути к какому-то научному, идешь в аспирантуру, идешь потом куда-то заниматься научной деятельностью. Либо ты пытаешься как-то реализоваться в среде больше прикладной, там, применимой к технологиям. А для многих ученых, или тех, кто хочет быть учеными, для них это очень скучно. И когда ты что-то открыл, ты не можешь пойти и что-то начать такое перекладывать, там, делать механическое. И понятно, что многие живут именно идеей. И я очень понимаю. Я как человек, который там как-то в физмат-школе учился, и там какие-то вот люди вокруг были, идейных много было. И я вот помню, что когда говорили там, ну, как там вот этот, говорит, ну, ученый, говорит, ну, как вот, как о больном, там, ну, прикладник. Да. Да, то есть, здесь прикладник, это все, понимаешь, что это. Да, но при этом, на самом деле, те ребята, которые сейчас у нас на кафедре, очень известный уже такой ученый, у него своя лаборатория. И он говорит о том, что не хватает людей, которые были бы немножко, вот, немножко прикладными хотя бы, чтобы они соединяли людей бизнеса с людьми, вот, научными. Потому что очень-очень много неплохих разработок и сейчас делается в Москве, и никто их просто не внедряет. Нет вот этого звена по внедрению уже в производство. И сейчас пытаются вот этот процесс наладить, ну, посмотрим. Просто экономическая ситуация, извиняюсь, наверное, не позволяет. Я думаю, вот что, дело в том, что директивные методы руководства, идущие сверху по разнарядке, по спецификации какой-то, не могут быть, в принципе, эффективными. Это методы для управления рабами. Там, где есть частный капитал, там, где есть прибыль, там, где есть, вот, вот мы с вами сейчас разговариваем, а вчера рванули акции Гугла. И там, если смотреть в деньгах, сколько акций стоит, то вот два основателя Гугла, там, Ларри Пейдж и Сергей Брин, они за один день там по 4 миллиарда получили. Ну, стоимость их акций выросла. Но там кривуля такая, она вот щих, вот так полетела. И там, говорит, а что случилось-то, что, что вдруг, это вот это вот, фу, вот это что. А вот, говорят, уже пропали последние надежды, что можно адвертайзмент доллары, вот эти вот рекламные, где-то еще кроме интернета эффективно вкладывать. Там, говорит, еще много осталось, но просто уже последняя надежда рушится. И вот сейчас деньги массовые идут в интернет-адвертайзмент, и Фейсбук пошел, и Амазон пошел, и Гугл просто, вот, ну, смотрите, два человека там за день 8 миллиардов. Вот, это не то, что оно там обязательно останется, оно может быть поскачет еще немножко, я просто к чему говорю, что мир какой, прежде вы. Давайте-ка мы все-таки, значит, полтора года назад вы на нас напали, узнали, что есть тестирование программного обеспечения. В это время вы заканчивали, вы еще учились на каком курсе, на пятом? На пятом, да, я заканчивал, писал диплом. И думали, думали, как жить дальше там. Как вы попали в тестирование вообще, в профессию? Да, в тестирование я попал так, что окончательно в январе я перестал работать фотографом, я прям продал всю технику, и где-то я дам, ну, это было сложно, потому что я сказал на работе, что все, я больше не снимаю, но надо было, пришлось. Я, наверное, такой человек, мне говорят, ну, ты бы мог совмещать, ты же неплохо зарабатывал, ты бы мог и там работать, и выходные, и все было хорошо, но не мог. То есть у меня не было совсем никакой мотивации, все было хорошо, то есть ты, ну, ничего не нужно. Драйва не было, да. Да, может быть, из-за этого, может быть, но я понимал, что мне нужно освободить вот эту сторону. Хорошо, да. Я все продал, и на самом деле где-то до апреля я вообще так ничем и не занимался, я там путешествовал, по России поездил немножко, ну, как-то оттуда. Отвлекся, потому что никогда этого не делал. Конечно, страна большая, езди, куда ты сможешь жить. До Екатеринбурга максимум доехал, до Арханга, вот. А в конце апреля я сделал свое первое резюме, я посмотрел все семинары опять ваши, ну, курс онлайновый, который бесплатный. Я его посмотрел уже второй раз, но все уточнил, начал как-то смотреть, что к чему еще, может быть, где-то других. И сделал свое первое резюме, на самом деле, было как-то непривычно, потому что я никогда его не делал, никогда на работе такой серьезный не работал. Я так подозреваю, вот, издалека, что любая компания московская, которая получила бы резюме выпускника МГУ, который закончил там что-то по микробиологии и хочет заниматься тестированием, во всяком случае, я думаю, что там с десяти резюме, которые вы послали, может быть, восемь захотели с вами переговорить. То есть, им было бы интересно очень посмотреть, кто это такой. На самом деле, вышло так, я послал в Performance Lab, с которым вы делали интервью, ребята. Да, они у нас практиканты в Бабюро, да. Но меня не ответили, и я как-то расстроился, я пытался еще отправить в Яндекс сразу же, потому что куда же. Но в Яндексе есть такое задание вступительное, и я даже нашел на Software Testing Crew его решение, но оно действительно непростое, хотя Яндекс утверждает, что это задание для тех, кто может взять и зайти, почитать пару статей в Гугле и Википедии, поискать немножко. Но на самом деле там сложнее, и все об этом согласны. Поэтому я отправил только Performance Lab, а дальше у нас есть такой сервис HeadHunter, и я сделал там свое резюме уже… Веб-сайт такой, да? Да, ты не сам пишешь, а заполняешь поля, и у тебя выходит красивое резюме. И я начал вспоминать о том, что я же занимался бизнесом, у меня была там школа танцев, и я продвигал сайт, я его создавал, я написал, что я его тестировал, что вот я это делал. Дальше наш вот этот стартап там по недвижимости там в Европе, я тоже написал, что я руководил проектом, разработкой, и все. Ну, начал, в общем, не то что воображать, а описывать как бы со стороны, как вы рекомендуете. Красиво не соврать, историю не рассказать. Да, ну и то я до сих пор даже предыдущие вот эти свои опыты, я их корректирую, и они больше и больше подходят к тому, что было, и как это вообще дальше продвигать. Вот, и я повесил резюме где-то в начале мая и забыл о нем. Уехал к друзьям в Екатеринбург, там, вот, и мы там бегать начали, к марафону готовиться, и тут вдруг мне звонят, приходите на собеседование. Это было, по-моему, числа так эдак 26 мая или 25-го. И почему-то следующая неделя просто, ну, взорвалась. С этого хэдкантера мне начали звонить. И я пришел на первое собеседование, в этот же день позвали еще на одно, на второе, на третье, на четвертое. Поперла, поперла. Да, и позвали даже в Samsung, и в очень разные компании. И ты сначала думал, о, хочу туда, хочу туда. И ты не знал, куда же тебе податься. Хотя я примерно понимал, что я хотел быть связан больше с мобильными приложениями, если удастся. Потому что рынок у нас немножко делится на всю банковскую сферу, и очень-очень много тестирования в этой среде. И мне как-то не то, что не хотелось, потому что это тоже был бы хороший опыт, но скучновато, мне почему-то прям хотелось в приложении. Но это такие были романтические мои представления, о том, что я хочу. И еще самое интересное, то, что я когда был у друзей, оказалось, что у них там есть друг, который в тестировании уже год. И он тоже год назад искал работу, и он мне начал советовать книжки, он мне посоветовал Савина тестирование Доткома. Я ее прочел, и на самом деле тоже очень хорошая книга, которую можно прочитать за два дня я ее прочел. Понимаете, тут есть тонкость. Я не в состоянии этого оценить конкретно Савина, потому что есть несколько десятков книг по тестированию, и совершенно бесподобных. Некоторые переведены на русский язык, может быть, и так далее. Поэтому сказать что-то в тестировании на этом уровне невозможно. Но, может быть, можно как-то объяснить, попытаться, или как-то в русской традиции что-то изложить, я не знаю. Я-то сторонник того, чтобы по-английски читать, но поэтому... Я почему-то у меня мысли такой вот в конце мая не появилось читать на английском. То есть я сейчас уже понял, уже в работе, я все еще на английском, и все дело на английском, я из-за этого очень эффективен. Вот так и произошло. То есть я сходил на все эти резюме, и позвали меня все-таки в первое место, в которое изначально мне и позвонили впервые. И не знаю, что о них можно или нужно рассказать. Ну, если это не секретная компания, так скажи, что за место. Компания, в принципе, не очень секретная. Занимается она разработкой приложений для Москвы, и, наверное, от этого есть специфика работы. Я извиняюсь, для городских служб каких-то или что? Да. У нас есть, например, парковки Москвы, есть активный гражданин, когда ты можешь голосовать за какие-то проекты, внедряющиеся в Москве. Госуслуги Москвы где-то можешь оплатить, всякие счета, налоги. Это неплохие проекты, то, что вы рассказываете, это очень неплохо. Они и в мобилках есть, да? И вот в первую очередь, да, мы именно мобилками и занимаемся. То есть у нас есть единая система, которая со всеми этими приложениями связана. В Москве народу живет больше, чем в очень многих государствах. Поэтому я хочу сказать, что это очень неплохо. То, что вы перечислили, мне очень импонирует. Система серьезная, и потихоньку их все делают. Ну, тестируем мы. Подождите, а вот вы говорите на английском, и от этого эффективны, но в компании язык как бы русский. То есть, скажем, баг-репорт, и пишите по-русски. Да, баг-репорты по-русски. Пользуемся мы Redmine-системой. Ну, не знаю, кому интересно. Да-да, известная. Известная, она, оказывается, бесплатная, то есть open-source, и все ее могут использовать. Вот. Да, она на русском, и все на русском, потому что у нас там даже частично ребята сидят в Самаре, в Тольятти, компания оттуда пошла. Но я про английский, на самом деле, с той стороны сказал то, что начал я работать, и надо мне что-то узнать. Я начинал сначала на русском искать. А потом я вспомнил о том, что я, в принципе, английский подучил, и начал просто то же самое искать на английском. И да, конечно, качество информации, но оно невообразимо лучше. Вы знаете, что я хочу сказать? По сравнению с теми временами, когда вот я жил в СССР, а вы еще не родились, там качественный был перевод, очень качественный. И техническая работа, которая совершалась по публикации, была очень-очень качественной. Сейчас, например, я смотрю книги, где просто ошибки, начиная от терминологических, окончая грубейшими орфографическими, и просто не вычитано. И я думаю, ну ладно, там кто-то на веб-сайте написал, понимаешь, но когда уже полиграфическая продукция, и там ошибка на ошибке, я думаю, как же так? Должен быть редактор, должен же был быть корректор. Ну как это оно так выходит? Я не знаю. И когда я пытался читать книги по тестированию, вот ребята мне приносили что-то, у меня волосы дыбом становились, потому что они брали американские термины, пытались их как-то по-русски сказать, с напрягом, неорганично, понимаете? И как-то очень... Только уже читай сразу по-английски, на чем учиться. Да, и я начал просто искать на английском, я просто до сих пор не могу даже как-то объяснить людям, насколько это расширяет. То есть я это сам понял, когда начал пользоваться информацией на английском, и ее на самом деле настолько больше, и она настолько лучше, и я всем сейчас советую, и особенно, я думаю, что в сфере IT, потому что что бы тебе не нужно было найти там, спрограммировать, настроить программу, ты вот сравнивая результаты русские, на русском языке, ну просто меньше людей этим занимались, они меньше людей это описали в таком формате, так качественно. Знаете, в советское время, когда информация из-за рубежа поступала дозированно и по определенным каналам. Вот если, допустим, в институт, где-то вы работаете в ней, приходит какой-то иностранный журнал или там какой-то материал конференции какой-то, они сначала идут к людям повыше рангом, и те оттуда что-то берут, и что-то свое пишут, потом попадают к докторам, потом к кандидатам, потом к аспирантам. И, значит, я к чему хочу сказать, что не было доступа никакого. Был бы доступ, можно было бы там по дезертации каждые три месяца писать. Ну, кто умеет. Значит, не было доступа. А сейчас доступ свободный, понимаешь, и как бы они ленятся, я не знаю, или не хотят. Ну, на английском информации есть некий страх искать информацию на английском почему-то изначально. То есть, даже если ты не очень хорошо знаешь английский, это как один из этапов изучения английского. Это было ощутить то, что я могу смотреть кино на английском, что я могу смотреть сериал на английском. То есть, было ощущение, что, ой, я не пойму, мне будет тяжело. Надо начать. Ну, начнешь и потихонечку будешь, конечно. Как бы, это же процесс. Да. И книжки также начинаешь читать. Тем более, сейчас очень много вот этих ридеров ставишь там на телефон, на планшет и нажимаешь на слово непонятное и сразу перевод. И никакой проблемы. И ты с такой скоростью можешь... Удобно. Да, очень классно. И можно целый абзац выделить и тебе переведет его там в Google Translate сразу же в окошке. Очень удобно. Ну, подождите. Значит, давайте все-таки... Итак, вы поехали, значит, там, в Екатеринбург, вернулись, у вас была там, значит, полоса интервью, потом вы взяли работу в этом, приняли оффер в этой организации. Вы уже там год проработали или вы поменять успели на ходу? Нет. Это было месяца полтора назад. То есть, это свежая информация. А, это не было в том году. Это было в этом году. Это было в этом году, да. Поэтому прошел-то только месяц ровно с момента работы. Я начал работать 15 июня. Вот этого года. На 2015. Это абсолютно свежая информация. Я-то понял, что вы уже год работаете. То есть, получается такая история. Значит, из ваших уст, что я понимаю, что сегодня, например, в Москве, я не уверен, что вы за другие города можете высказаться, но в Москве, можно сказать, полно работы. Полно. Абсолютно полно. И людей не хватает, я бы вот так сказал. И даже в тестировании именно там начинающих ребят не хватает. Пожалуйста, размещайте резюме, описывайте. На HeadHunter. Да, HeadHunter, на самом деле, да, очень хороший ресурс. И я так понимаю, в России он действительно как бы держится пока на уровне качественном. И они как-то... Что хотят от начинающего тестера? На самом деле, хотят общего понимания процессов разработки, тестирования. И я, на самом деле, я после двух недель работы спросил свою начальницу. Говорю, почему же вы меня взяли? Ну, мне стало интересно я все время такое спросить. И насколько они довольны. Ожидания с реальностью сошлись, того, что они увидели. И она сказала, что, говорит, в двух словах глаза горели. И, наверное, ей это понравилось. И дальше она сказала, что в работе тоже все хорошо. Если что не так, сразу тебе скажу. И мне кажется, это очень важно. Очень важен посыл. Давайте я вас... Вот что я сейчас спрошу. Уровень отношений между людьми, работающими в компании. Ну, вы, допустим, знаете одну. Или, может быть, вы знаете там еще людей, которые в других работают. Но, может быть, на интервью это тоже чувствуется. Вот уровень отношений. Он такой более дружелюбный, открытый, человечный, чем, допустим, где-то, где что-то продают. Или там, я не знаю... Ну, вот, относительно других отраслей. Я понимаю, что вы не работали в разных отраслях. Но вы работали там по фотографии. Вы где-то там еще, наверное, сталкивались взаимоотношения. Разные люди бывают. Вот у меня товарищ сейчас, который работает в другой компании. У него, конечно, есть проблемы с коллективом. Потому что почему-то все с надрывом. Все так как-то очень экспрессивно. И все друг друга там... Ну, как-то не очень по-доброму. Вот. В этом плане мне повезло. И у нас действительно коллектив очень добрый. Ну, я то есть... Я не знаю. Мы с кем не общались. Все было прям... Все ребята очень хорошие. Все с таким настроем положительным. А более того, когда мы собеседование проводили со мной, они тоже все было как-то... Ну, я думал, будет хуже. Вот. А дальше, когда я сходил на еще три собеседования, там было, может быть, и пожестче как-то. Но с другой стороны, тоже доброжелательно. То есть, не знаю, как там это в работе обернется. А вот что ваши родители говорят? Вот они смотрят. У них сын учился там биологом там, что-то такое. Потом вдруг, бах, где-то вынырнул в неожиданном таком месте. Они говорят, сынок, там, что с тобой там? Или как вообще реагируют? Ну, на самом деле, для них это не очень неожиданно было. И я уже давно стремился куда-то войти. И каналы и брату я показывал, вашей сестре показывал. И в целом... Постойте, сколько же вас у мамы с папой-то? Нас трое. Вот у меня брат и сестры сейчас в университет поступают. Сестра поступила уже на психологический факультет, он говорил, а брат сейчас вот на ВМК поступает. он будет многомистен. Ничего себе семейка, трое детей в наше время-то. Ну, молодцы. Смотри какие. Ну, есть даже история сейчас, прямо два слова. Когда я к маме схожу, там, лет в шесть, и говорю, мама, хочу сестру, буду ее защищать. Мама говорит, да, молодец, сестру надо, хорошо. А потом подбегаю, говорю, нет, хочу братика, буду с ним играть. Потом мама говорит, да, да, братика. В итоге подбегаю, говорю, хочу и того, и другого. Мама говорит, ну, такого не бывает. Ну, и через год она вышла. Близнецы, что ли? Ну, они двойняшки. Двойняшки, ну, потрясающе. Это как анекдот у вас звучит. Да, практически. Ну, хорошо. Слушай, это было. Это здорово, это здорово. Это очень здорово, на самом деле. Ну, хорошо. Поэтому меня все знали, я извиняюсь, да. И даже какие-то уроки, там, все смотрели, начальные лекции ваши, и по тестированию. Ну, потому что всем интересно, что это такое. А родители тоже смотрели? Ну, на даче все просто собирались, и там друг, друг, брат, и все сидели. Сидели все прям, да. Как-то неудобно, как-то даже думаю, да. Так вот сидят люди взрослые, смотрят. Ну, хорошо. Так, а вот с точки зрения движения дальше, то есть вы говорите себе, ну, хорошо, вот я сейчас там тестирую, что у меня дальше? Вы спрашиваете себя, вот чего я должен освоить, какие-то, может, технологии, там, инструменты? Просто, да, я к чему и рассказывать. Прошел всего месяц, но я даже не представлял, что за этот месяц я уже буду куда-то двигаться. Первый месяц, конечно. Нет, первые две недели, понятно, я так, вникал, начинал тестировать, первое-первыхое, но дальше мне, говорит моя начальница, что будешь вникать в автоматизацию. Я говорю, ничего себе. Она говорит, давай, вот у нас... То, что надо, молодец. Но она сказала о том, что у нас есть внутренняя программа, которая тестирует, и она, в принципе, и для веб, и для приложений на мобильных, и она немножко медленно разрабатывается, и сразу с ней были проблемы, и она говорит, ну, ты вникай в целом, то есть почитай чего-нибудь, посмотри. И я начал заниматься исследовательской работой, то, что я имею, умею. И я начал находить информацию по тестированию андроида, и начал просто пробовать. Я замучил там всех вокруг, программистов, все настроил себе, этот андроид-студио, в котором делают андроида. И я начал писать сам потихоньку на Java автоматизированный тест-кейс первый свой. И у меня вышло. Я пошел показать программисту, программист сказал класс, и уже перевели на другой проект, где мне нужно решить именно задачи по автоматизации. И это как бы первая сторона вопроса. Это очень увлекательная штука. Вообще автоматизация настолько увлекательная. И просто вот я когда этим занимался в свое время, у меня день проходил, у меня было ощущение, что только сел, и уже надо, мне говорят, домой поработать. как ты, ты же можешь поработать тоже, то есть сесть не успеешь, уже домой надо идти. И мне уже под сороковник был. Понимаешь, я же не был там прямо из школы-то. Нет, но невозможно, пух вот так. Да. Ну вот у меня и так же происходит. И все время, я причем пораньше люблю приходить, часам к девяти, бац, уже пять, и уже вроде бы там шести. очень знакомо. Ну а тем более, сейчас, когда начинаешь что-то писать, и прямо это же как живое, живое, это, я не знаю, существо, оно начинает лазить по телефону, и это вообще очень завораживающе. Да, да, очень хорошо. И знаете, что я вам расскажу? У меня как-то была студентка одна, она работала несколько лет, но работала в ручном тестировании. И пришла просто, чтобы автоматизацию подучить. И у меня есть первый урок, я уж не помню, что там был за инструмент, visual test какой-нибудь. В общем, у меня есть первый урок, когда я им показываю просто рекординг, и мы там дальше его модифицируем, так как это все. Ну и я им показываю, что за 5 минут можно создать некий тест, вот там записал, там почистил, в цикл поставил, и он дальше там что-то бегает по экрану. И я в шутку, не имея в виду ничего такого, я в шутку, я говорю, вот придете завтра, там кто работает, вот придете на работу, так, сделаете за 5 минут эту штучку, запустите в цикл, и повесите на пол экрана, повесите бумажку, так вот на скотч, и напишите там, значит, не трогать, идет автоматическое тестирование, а на экране в это время что-то скачет. Значит, ну я пошутил, я же, ну что же, мы взрослые тут, значит, она приходит через неделю, в следующий урок, она говорит, Майкл, вот вы, самое главное, что было в прошлом уроке, вы недостаточно внимания этому уделили. Я говорю, а что главное это? Она говорит, ну вот, вот это вот, вот когда бумажку прилепить, вот, оказывается, она пришла, сделал этот фокус, буквально вот, ну, один в один, все очумели, значит, повысили зарплату, перевели на другой проект, что такое с ней произошло, просто я говорю, что дешевый, но оно прыгает, понимаешь, люди смотрят, когда прыгают по экрану, представляешь, вообще мультипликация прям. Да, и, да, и на самом деле, когда все поняли, что я начинаю что-то вникать в автоматизацию, по одному из проектов у нас есть тех лид, который занимается большей разработкой, и он мне говорит, Кирилл, а ты не хотел бы стать разработчиком, а то от автоматизации все очень быстро как бы устают, ну, то есть, тестер, который начал автоматизировать, хочет что-то дальше. Это правда. И он мне говорит, давай какой-нибудь язык учи, какой тебе интересно, и я так там начал несколько уроков по Свифту смотреть, ну, поскольку я как-то Apple пользуюсь, я решил попробовать Свифт, он же новый, там год назад вышел, вроде бы суперпростой считается, не знаю. И, ну, начал так потихоньку смотреть, он говорит, поставь себе какую-нибудь задачу, и попробуй ее выполнить, придумай себе приложение, сделай его, и как бы покажешь, и мы поймем, что ты смог. Вот. И смешно, но это было как-то параллельно, то есть, я начинал писать что-то автоматизированный первый кейс, и начал смотреть вот эти уроки, и уроки по вот этому Свифту мне помогли написать что-то на джаве. То есть, ну, я даже не знаю почему. Абсолютно все завязано, конечно. Я никогда, я никогда, вот честно, я никогда ничего не программировал. У нас в школе было программирование, там был Паскаль, у меня голова съезжала, я извиняюсь, там от этих интеджер, и так далее. У меня ничего не выходило, и это было совсем не моим. И сейчас я смотрю на код, вроде что-то понимаешь, но там английские слова, и они как-то скомбинированы. Вот только так вот. То есть, я не какой-то там... Ну, вы неизбежно вынырнете где-нибудь в кодирование более серьезно, просто по возрасту. Скажем, если бы вы были сейчас лет на 10 старше, то вас бы, вы бы немножко, может быть, даже покодировали, но вас бы увело быстро в project management, в какой-то такой, там, где большая картинка, там люди постарше, они видят big picture, вот это вот более натурально. Люди помоложе, им процесс нравится, вот им по клавишам фигачить, оно скачет, там работает, понимаешь, вот это вот, как бы и то, и другое важно в жизни. Ну, да, с одной стороны, да, я просто на самом деле совсем не ожидал то, что меня потянет куда-то в разработку, автоматизацию, я думал, что как раз-таки я буду двигаться по стороне менеджмента, потому что у меня был свой бизнес, и сейчас вот мы развиваем наш стартап, про который я никак не расскажу, и на самом деле за два года очень многое изменилось. Так, переходим на стартап, давайте на стартап тогда. Два года назад, там, бывший владелец бизнеса, который я когда-то купил, это там была вообще школа танцев, но это длинная история, там, связанная с девушкой, неважно. мы с бывшим владельцем очень много общались, и в какой-то момент он говорит, ой, много работы, как меня там все достали, там, ничего не выходит, там, вот, я говорю, да слушай, у меня столько времени, а я там вставал в 5 утра, ложился в 11, и у меня просто там пару часов, я все равно что-то бездельничал, вот, и говорю, давай тебе буду помогать, он говорит, ты серьезно? Я говорю, да, ну давай, и началось, начали мы, он меня погрузил в то, что он занимается, в принципе, идея того, что сделать такую единую площадку по недвижимости в Европе, и по аренде, по продаже, по... Для российского покупателя? Нет, нет, не для российского, именно для европейского, то есть идея-то такая, и никто вроде бы не должен подозревать, что это ребята там отсюда. И долго мы с этим проектом копались, и понимали, что нужно под это финансирование, то есть мы его как-то финансировали сами, но в России это не удалось, мы поняли, что рынок инвестиционный какой-то очень-то странный, скажем так, и очень много разговоров таких пространных, начнем от того, о, да, давайте, сейчас мы вложим, сейчас мы сделаем вот эту фразу схематоз, там... Что сделаем? Ну, сделаем схематоз, когда мы там вкладываем, там продаем, у нас выходит, раздуваем, ну, вот такие вот как бы истории, и никто не понимает, что не бывает такого, там, вложил, там, 10 раз сразу заработал, ну, не выходит, то есть мы как бы обычный хотели сделать довольно там бизнесовый, вот, и в итоге начали пытаться искать кого-то в Европейском Союзе, и как бы такая столица технологическая в Европе Берлин, и товарищи меня... И, в принципе, мы там даже нашли финансирование, и он, собственно, сейчас там, и он занимается развитием этого проекта, а я как бы остался таким человеком, который вроде бы со-создатель, но поскольку я микробиолог-фотограф, непонятно, что я могу делать, вот, то есть я бы... Тестировать теперь можете? Да, чего-нибудь я бы с радостью делал, но, да, тестировать-то могу, но мне нужно было понять общий процесс разработки, при том, мой товарищ-то, он тоже, там, он вообще юрист бывший, там, в банке работал, ну, как бы в технологической среде оказался в воле судеб, вот, я понимаю, что мне нужен просто опыт, я там за этот месяц, я понял, как вообще строится процесс разработки в компании, еще что-то, и это можно применить, я уже понимаю, как это внедрить в будущем у нас, и вот такая история, то есть... Постойте, я только уточню, а вот, например, в Соединенных Штатах полно всяких сайтов, ну, некоторые очень крупные, очень известные, где абсолютно вся недвижимость, которая тут по стране, вся есть, в Европе нет такого? В Европе в каждой стране есть, но... А в целом нет по стране? А в целом, то есть, Европейский Союз, ну, вот, идея очень проста, то есть, почему-то нет, чтобы было на английском языке, а еще хохма-то в том, что, например, в Германии есть сайт, и он на немецком. То есть, если ты не знаешь немецкий, ну, понятно, что Google сейчас все переводит, но все равно, ну, автоматически, то есть, сайт, ну, он локализован только под страну, которую... То есть, плохо, когда столько языков-то на континенте? Вот, да, а при том, что все перемешиваются, все постоянно ездят, кто куда, и постоянно ищут, и недвижимость, там, и снять, и купить, и все постоянно что-то хотят, и нет такого места единого, куда бы ты зашел и все посмотрел. Ну, и вот в этом-то вся и суть. И у нас тут было обновление, буквально вчера, такое глобальное. Окей. Ну, я слежу издалека, да, ничего такого. Хорошо, я все чувствую, вы так... Подождите, но у вас есть там любовь-морковь какая-нибудь, там, личная жизнь? Вы такой занятый, я думаю, что вообще уже на девушку времени нет? Да, как-то... Нет, нет, время есть всегда. Я за то, что у меня времени бесконечное, и чем больше я делаю, тем больше у меня его есть. Это хороший тезис, мне это нравится. Хорошо. Давайте все-таки к блогу вернемся. Значит, вы год назад начали блог. Да, да. Значит, сделали что-то, потом забросили. Сделал, да. Ну, я сейчас вкратце, я просто не знал, что сделать, я рассказал о себе. На самом деле, у меня была еще такая история, то, что я был... Ну, не то, что был, я и есть, наверное, человек немножко закрытый, я думал, что я вообще интроверт, хотя потом я выяснил, что я просто устал работать на вечеринках, и у меня есть другие неинтересы, и другие люди, с которыми я бы хотел общаться. Хорошо. Тебе мне нравится. Да, я сам себя снял, я просто себя увидел со стороны, я понял, что я хочу, в какую сторону развиваться, и это была такая функция. Я рассказал о себе, что же в моей жизни было. Постойте, постойте, вы сделали одно видео, рассказали о себе, или несколько? Нет, я сделал серию видео, по-моему, не, или даже из пяти. Хорошо. И одно из видео было, как я поступил в МГУ, и по нему у меня больше всего просмотров в итоге на канале за год. Сколько? Там, ну, порядка трех тысяч, я понимаю, что это не так много. я понял, то есть какое-то видео было более востребовано, просто в поиске там про МГУ. Хорошо, но вот, когда вы вернулись к блогу? Вернулся я в начале января, потому что мне попал, мне задали первый вопрос по поводу биологического факультета, и о том, расскажи, покажи, как же выглядит, других ребят покажи. Я начал как-то в эту тему углубляться, про перспективы после биофака, и в целом про биофак я, наверное, все охватил, и нигде больше нет столько информации. Я считаю, что это очень социально важная тема. Да, потому что... То, что вы сделали, это, как бы сказать, я не знаю, насколько оно востребовано, но те люди, которыми это востребовано, для них это бесценно, совершенно. Да, я никуда не рвусь, чтобы миллионам было нужно. Если один человек пользу принял, пользу извлек, это хорошо. И нет информации никакой по поводу поступления куда-либо. То есть, даже если она есть на ютубе, то это, ну, какие-то капелюшечки прям. И, если вбить сейчас биофак МГУ, там будут одни мои видео. Надо попробовать. Хорошо. У меня сестра поступает на психфак МГУ, я начал ее записывать, потому что она тоже, она в процессе, и это прям интересно смотреть, как она готовится, как она сдает. Также и про брата отдельная история, про то, как он там программистом хочет стать. Слушайте, в наше время, я когда учился в 57-й школе, я когда уже уходил оттуда, если вы слышали, про то, да, конечно. Так вот, там как раз завели биологические классы. И как раз я уходил, а появились первые биологические классы. Это и сейчас какая-то линия такая есть? 57-я школа, биологические классы, биофак МГУ, там как-то это вот. Есть такая линия? Честно, я когда с ребятами учился, есть действительно какие-то места, но я просто не помню точно какие. Но есть несколько мест, откуда прям биологи идут. Хорошо. Я не могу просто честно сказать. Да, я даже искал, где 57-я школа находится, поскольку столько рассказывал, мне было интересно смотреть. В наше время называлось улица Маркса Энгельса, сейчас ее, наверное, переименовали. Ну да. За Пушкинским музеем сразу. Вот если с Волохонки смотреть на Пушкинский музей, то вот тут, вправо, в переулочке. Пушкинский музей мой любимый. Самый вообще. Да, и прямо тут. Ну, не уверен, да, не уверен. Вот. И возвращаясь к теме блога, чтобы мы не подтягивали, а то я понимаю, что долго. Я начал снимать про биофак, начал снимать брата с сестрой, как они готовятся, как поступают. И дальше, в целом-то, нечего было такого снимать, поскольку ничего вроде не происходит, я там фотографом не работаю, уже ничего не делаю. Ну, я снимал там про путешествия, как я поездил немножко. И вот, собственно, с начала мая я записал о том, как я сделал резюме, и, собственно, пошло. Постойте, пошло, трафик пошел, подписчик пошел, что пошло? Или просто тема пошла? Пошло изменить. Мне стало понятно, чего я хочу рассказывать, и плюс появилась какая-то деятельность в реальной жизни, о которой можно рассказывать. И в целом, я как бы, помимо того, что буду рассказывать про тестирование, про то, как я в этом двигаюсь, конечно, я начну когда-нибудь рассказывать про наш стартап, потому что у меня пока никак в голове это не уложится, чтобы это как-то изложить. И поскольку я еще пока в таком подвешенном относительно нашего проекта состоянии, потому что были идеи о том, что я, может быть, год назад должен был бы уже тоже переехать, и мы бы уже работали над ним где-то там. Но я пока неприменимый человек в своем же проекте, поэтому я очень понимаю это с финансовой точки зрения. Ну, то есть, то, что партнер живет в Германии, его там финансирует кто-то, То есть, нашелся вкладчик. Ну, да, понимаете, и то, с другой стороны, вроде бы есть как бы инвестор, и он, когда с ним договаривались, он понимал, что буду я его партнер мой, с которым мы будем работать, мы там переедем. Но вышло так, что на нас расходы и даже на него не выделяются, то есть, он параллельно занимается еще какой-то работой, оставшись там. И если деньги выделяются, то исключительно под наш проект. Ну, в общем, это тоже... А контракт у вас есть какой-то с инвестором на инвестирование? Ну, да, есть контракт, но плюс... Ну, я так понимаю, там немножко просто... Да есть контракт, но... Если он его не исполняет, это как бы повод от него отказаться в какой-то момент. Вот. А он, в принципе, его не исполняет, и он этим и не нравится, что с ним какие-то вышли такие... не совсем деловые отношения. Ну, опыт, любой опыт, он на самом деле на пользу. В той мере, в какой вы там не рвете на все волосы и не бросаетесь с мостов, то это как бы очень хороший опыт, который делает людей более закаленными по жизни. Так подождите, на вашем блоге сколько сейчас, например, подписчиков? Сейчас 150. Так. Но это у меня в последний прям месяц там где-то прибавилось половина. С тестированием связано? Ну, может быть, еще там брат-сестрой по поводу поступления. Как-то так. Я могу сказать, что вот когда я смотрю на статистику нашего канала и там идет... Отдельно по поиску можно смотреть, как люди нас находят. И вот там есть статистика, в частности, вот по поиску тестирования программного обеспечения. Вот такое. И там что-нибудь за месяц приходит, может быть, там 150 кликов вот оттуда, то есть не миллион, но какой-то какой-то есть поток даже, я не знаю. И не так много видео-то есть. Я вот когда делаю тестирование программного обеспечения, там 20 выходит на странички, там 18 моих. Просто нету ничего. Я не могу сказать, что я обошел всех, там просто некого обходить, просто ничего нет. Теперь мое там есть. Вот, давайте. Вы мне сбросите в скайпе ваш тот самый канал, чтобы я мог ссылочку дать. Да. Ну, в общем, про это и будем рассказывать, про то, как стать кем-то в IT-среде, если ты даже совсем к ней не был причастен, про то, как быть эффективным, упрощать свою жизнь, про то, как бегать, потому что сейчас мы вот решили к марафону готовиться. и как-то вот такие вещи хочется рассказывать и не хочется пытаться кого-то поучать, потому что я не в той как бы ситуации, чтобы кому-то что-то рассказывать. А вот, скажем, МГУ, там молодые ребята, они политизированы или они как-то вне этого, им пофигу все? Вот то, что там по телевизору, они смотрят телевизор, они повторяют вот там какие-то вещи, на них это сильно действует? Я думаю, что вне. Вот вообще из моего круга общения политизированных ну нет. То есть... Как-то не до этого. То есть просто неинтересно или они понимают, что это как бы не совсем нечестная какая-то игра идет или что-то? Ну не то, что неинтересно, понятно, что на самом деле кто-то в меру своих как бы особенностей характера переживает, но просто люди с биологического факультета, они больше нацелены на какую-то глобальную идею развития человечества, вот, как бы то ни было. Но это все-таки... Неплохо. Это все-таки наука и мы с этим воспитываемся, наверное. Слушайте, а вот ваши вот наставники, как бы вот, которые там сейчас... То есть я вам скажу, что, например, в советское время МГУ, это, наверное, было 80% всей науки там СССР с точки зрения вот там, ну вот, крутизны. Вот сейчас люди, которые там преподают, то есть там вот здесь как бы, ну, развалилась или сохранилась вот школа какая-то, мощь какой-то, драйв, я не знаю, то есть как тебя выносят на поверхность или как бы уже нет такого? Поверхность... Есть у кого учиться? Вот есть люди, есть титаны, за которые можно встать и идти за ними? Просто некуда, непонятно куда идти, вот так вот. Ну, то есть у нас очень хорошее... Да, нет, у нас очень хорошее фундаментальное образование, но большая проблема встает тогда, когда нужно эту фундаментальность применить и что-то такое руками сделать. Нет оборудования, нет лабораторий, все в не очень хорошем состоянии, но потихоньку, потихоньку... Слушайте, а Беломорская биологическая станция все еще функционирует? И я на нее так и не съездил, хотя все ездят, каждый... Да, я там лето провел. Вы там были? Ничего себе. Я там был, потому что... Вот как раз из физмат-школ после девятого класса из физмат-школ брали туда ребят, и я там в стройотряде участвовал и с этими со студентами, с аспирантами, и там рыбу ловил на Белом море. Там... Я всю жизнь запомнился аспирант, один был из Исландии, и он уходил в море, но как-то с утречка, а вечером возвращался, у него была полная лодка рыбы, вот полностью завалена, такой хороший, и он не динамитом, ничем таким, как-то он так вот посидел, прям вытаскивал. То есть, там были такие, вы чего? У нас нет, у нас вся группа ездила на Белое море, но из-за того, что я работал, а это была необязательная поездка, я решил, что я останусь работать, и, конечно, я понимаю, что я много... что-то я потерял. И у нас есть еще под Звенигородом у нас, биологический статус ЦПС известный, вот, там тоже все... Нет, потихоньку все стараются как-то подсобрать. Да, там было совершенно невероятное впечатление, там Кандалакшский заповедник, там поселок Паякон, там, я даже в Кандалакше был какой-то, на грузовике нас повезли там, какие-то продукты закупать, я там даже в Кандалакше был, это было что-то невероятное, для молодых мозгов просто отшиб полный. Городской мальчик из Москвы, там, и вдруг на тебе такое прям... Да, о Белом море очень хорошие отзывы, все, кто там был, это супер. Ну что же, хорошо, ладно, значит, вы мне скидываете вашу ссылочку, я там ребятам поставлю, вы у меня первый, можно сказать, из Российской Федерации, вот в этой серии, это у меня были ребята из Европы, трое были, еще у меня должен из Канады быть товарищ, я думал, сегодня с ним запишу, но он риэлтор, он работает сегодня, как так, получается, что в выходные ему сложнее, чем в будние дни, вот, а вы у меня, можно сказать, будете ответственным по Российской Федерации. Ну, в таком случае, я должен обязательно сказать, то, что все зрители Российской Федерации вам благодарны, и я считаю, что вы многим-многим помогли в жизни своим каналам, тем, что вы делаете, и действительно, я не знаю, ничего лучшее я еще не находил на Китубе, так что спасибо. Очень приятно слышать, я на самом деле исхожу из того, что есть какие-то вибрации, и каждый человек, он ищет свою какую-то вибрацию, поэтому у одного одна вибрация, у другого другая, там, и я когда этот курс на русском языке записывал по тестированию, у меня как бы это было ощущение за державу обидно, вот такое было, и я в частности вот этот форум, иногда заходил, там этот Software Testing.ru, вот вы там, и я смотрю, мне не нравился, вот это не профессиональный форум, знаете, как говорили когда-то, когда пустые полки были, говорили, магазин борется за звание продовольственного, вот они борются за звание профессионального, там этого близко нет, и я, и вот какие-то, я думаю, надо что-то наговорить, потому что люди, которые ищут информацию, они ее там не могут найти просто, и это конспективно, господи, а что я такого там рассказал-то, ну правда, ну это же, кем надо быть, чтобы вот допустим, не понять и легко, и не пойти, и там не начать это использовать, там же просто все, понимаешь, люди говорят, не каждый может, что не каждый может, что там он не может, тест-кейс написать, багри-борд написать, там же ничего нет, кроме этого, ну что там за наука такая, ну, Михаил, я благодарна вам не только за тестирование, вот, а за философскую тетрадь, за ответы на вопросы, я считаю, что не, это прекрасно, это прекрасно, у меня сестра смотрят, там, и вообще многие, кому я скидываю, все рады, сейчас я вам расскажу, я вам расскажу анекдот, раз такое дело, значит, напоследок, в школе учительница, ну, опять, это старое время, учительница показывает портрет Карла Маркса, значит, и говорит, дети, кто знает этого дядю? Дети молчат, и, неужели никто не знает? Один говорит, я знаю, это дедушка Лёва Рабиновича, значит, ученица говорит, ну что, дети, я точно, точно, дедушка Лёва Рабиновича, значит, ну, слух по школе пошел, директор, значит, уже, так сказать, вовлекся, приглашают дедушку, директор приглашает дедушку, приходит дедушка, и такой, ну, натуральный Карл Маркс, и причем так, это и одет, и рубашечка, и пиджачок такой, вот, лохматый, и с бородой, ну, и тут ему, директор говорит, Лазарь Самуилович говорит, а вы никогда не думали, может быть, дайте бороду сбрить, тот говорит, милый, бороду сбрить можно, говорит, умеющая куда девать, говорит, вот, вот, надо же куда-то выплеснуть, ну, что же, я очень рад, что есть такое место, куда можно выплеснуть, и кому-то там на пользу, и там некоторые очень слятся, ругаются, когда-нибудь пишут, но, но в целом, почему нет? Как говорится, неправильный человек, нет, правильный человек понять не может, неправильно, как вы говорили, you can not, сейчас, you can not say the wrong thing, to the right person, да, ты не можешь сказать неправильные вещи, и правильному человеку, у меня три дня ушло, пока я с этим согласился, я ходил, и так, и сяк, ну, как же так, мне очень тяжело удалось, вот это вот все, но потом я понял, действительно, если человек правильный, хоть что ему говорю, так что спасибо еще раз, ладно, ну что же, вам тоже спасибо за беседу, и давайте мы там помашем, там рукой, скажем всем пока, счастливо, и до новых встреч, где у нас кнопочка-то, ой-ой-ой, темно, не видно,